В нашем мире существуют две основных платформы, iOS и Android. Первая доступна на фирменных устройствах от компании Apple, другая доступна на остальных гаджетах. Но раньше было лучше, было разнообразие. Firefox OS, Bada, Symbian, Tizen, Palm OS, Ubuntu, Windows Mobile, Migo, ну и так далее. Операционок очень много было. Если я буду их все перечислять, то видос будет идти около трех часов. А вы видосы даже на 10 минут не смотрите. Вот Вася смотрит все мои видео до конца. Будьте как Вася. Здарова пацаны, с вами Панк. Сегодня мы поговорим об одной из мобильных систем, которая является наследницей легендарной Migo. Дамы и господа, Selfish OS. Компания под названием Шлюпка, да-да, именно так YOLO переводится с финского, разработала операционку и устройство, на котором она его и запустила. Так, так, стоп, давайте начнем все сначала. 2011 год. Две компании, Nokia и Intel, в партнерстве решили создать операционную систему, отличительной чертой которой было умение адаптироваться под любые требования пользователя. Так и появилась Migo. Крайне любопытная операционка, которая использовалась всего на одной модели смартфона, Nokia N9. Migo получила много положительных отзывов и от рядовых пользователей, и от экспертов, но быстро канула в лету. Nokia отказалась развивать эту OS и решила сосредоточиться на Windows Mobile, которая показалась ей более перспективным проектом. Однако от Nokia откололась группа энтузиастов, образовавшая новую компанию YOLO и занявшаяся развитием Migo, на базе которой и выросла Selfish Mobile OS. Устройство и операционка были показаны на MVC в 2013 году. Как я уже ранее сказал, Selfish OS это продолжение Migo, а вернее она основана на форке Migo, Mere. В 2016 году к YOLO присоединилась российская компания, открытая мобильная платформа, и совместными усилиями создают Selfish OS Rus, но это та, которая Aurora OS. В марте 2018 Ростелеком выкупает контрольный пакет акций открытой мобильной платформы, то есть на случай санкций, которые могут затронуть iOS и Android, у нас есть своя православная замена всем этим пиндовским заразам. Существуют две версии Selfish. Обычная Selfish версии 4 и Selfish X. Selfish X это коммерческая версия Selfish OS, клиенты которой покупают этот продукт, получают полноценное обновление, помощь технической поддержки, возможность работать с Microsoft Exchange, предиктивный ввод текста и возможность запускать приложение Android на телефонах с Linux. Чтобы взять и попробовать эту операционную систему, вам нужно взять одно из этих устройств, которые вы видите в списке. Официально Selfish OS поддерживается только на устройствах Sony. А если вы вдруг не можете найти свое устройство в этом списке, вы можете портировать Selfish под свой смартфон. Если вам хочется разобраться и попробовать диковинную ось на своей трубке, ссылку на инструкцию я дам вам в описании. Для моего телефона уже какой-то умелец портировал Selfish. Так давайте установим же скорее. Нам понадобится комп, телефон и провод. Скачиваем сборку Selfish. Также скачиваем сборку Android. Тут у нас будет Lineage OS. Также скачиваем специальную прошивку для телефона. После того, как мы все это скачали, устанавливаем эту прошивку. Далее форматируем дата в XT4 и перезагружаем. Очищаем кэш и далвик. Устанавливаем Lineage OS. Ну и дополнительные программы. Гапсы, рут, ну и другие разные улучшалки. И уже после всех этих действий мы прошиваем нашу заветную Selfish. Если вы вдруг захотите запустить Android, а вы захотите, то также вам нужно скачать определенный архив, который вы запускаете, и ваша система меняется. Ладно, хватит разговаривать ни о чем. Перезагружаемся в Selfish. Я установил версию 3.4.0.24. Кодовое название. Это национальный парк, расположенный в Финляндии. Первое, что мы видим, это рабочий стол. Это не тот рабочий стол, которому мы привыкли в iOS и Android. В Selfish.OS на рабочем столе находятся ни иконки и ни виджеты. Тут находятся запущенные приложения, в которые по одному тапу вы можете зайти. Чтобы закрыть все рабочие приложения, нужно зажать любое приложение и, увидев крестик, нажать на него. А если вы хотите все закрыть разом, то нужно провести сверху вниз до нужного пункта. А вообще, любой дополнительный пункт любого приложения нам доступен с помощью этого несложного жеста. Чтобы увидеть виджеты и уведомления прямо с рабочего стола, можете свайпнуть с двух сторон. Слева и справа. Вообще, вся система построена на жестах. Чтобы попасть в меню приложений, нужно так же, как и в ведроиде, сделать свайп вверх. Чтобы разблокировать смартфон, нужно провести либо свайп справа, либо свайп слева. На экране блокировки вы можете запустить любое приложение, которое вы указали в настройках. Простым свайпом, сверху вниз. Управление смартфоном при помощи свайпов, это то, к чему идут iOS и Android. Поначалу такой способ к пользованию смартфоном не очень удобен и привычен. Я начал путаться в самом начале, но долго пользоваться этой системой вы не сможете. Все из-за приложений. Самое главное в любой операционной системе, это приложение. Без приложений твоя система не будет популярна. Люди не будут переходить на нее, не будут покупать смартфоны с iOS на борту. Производитель не будет зарабатывать. Либо он откажется от развития этой iOS, либо этот производитель умрет. А чтобы твоя система была популярна и были приложения, нужны разработчики и их интерес. Пока нет разработчиков, нет приложений. То есть, iOS не взлетит и будет востребована среди гиков и государства. Windows Mobile из-за этой причины и провалилась. Разрабы эту iOS не поддержали, она и умерла. Sailfish также не востребована у разработчиков. Нет приложений востребованных соцсетей и мессенджеров. Нет приложений YouTube, нет игр. Вообще никаких, ни сложных, ни простых. Крестики-нолики не в счет. А если и есть аналоги этих приложений, то они не работают практически никак. Я скачивал множество приложений из разных магазинов. Как из официального магазина YOLA, так и из стороннего магазина OpenRepest. Количество приложений в этих магазинах не очень радует своим количеством. Что же вы можете установить оттуда? Крестики-нолики, PingPong и PornHub. И то там будет работать одна из 20 публикаций. Даже питона не подушить. Больше ничего у вас работать не будет. Остальные приложения, которые вы увидите в магазинах, не будут работать. У каких-то важный функционал не работает. Какие-то полностью не работают. Все приложения, даже те, которые вы скачиваете из магазина, имеют единый дизайн. Он достаточно минималистичный. О дизайне лучше не рассказывать. Его лучше показывать. Так что, внимание на экран. Сейлфиш ОС может поддерживать приложение от андроида. И тут на помощь нам приходит Alien Delvick. Прослойка Android. Для запуска приложений, написанных для Андрюши. Но в сторонних прошивках этого модуля нет. Только в официальных прошивках. И вот с Android приложениями стало бы жить проще. И приятно пользоваться смартфоном. Но я не могу протестировать это, к сожалению. Перепробовал много разных способов. И, к сожалению, они не подходят для фортов прошивок. Также Android своровал фишку у Сейлфиш ОС. Я говорю про смену цветовой гаммы. Google представили в новой версии Android новую системную философию. Material U. Он меняет все цвета системы в зависимости от того, какие у вас стоят обои на смартфоне. У Сейлфиш немного по-другому. Тут не как в Андроиде обои влияют на цвет. А тут меняется вся тема смартфона. По умолчанию. При помощи тумблера, который есть у моего смартфона, можно менять эти темы. Есть три положения. Три темы, которые ты как пользователь можешь выбрать в настройках. Например, сегодня такая, а завтра такая. И это все быстро можно поменять при помощи одного тумблера. Есть также приложение, связанное с темами. Это приложение скачивает любую доступную тему на телефон из магазина. И устанавливает ее. Давайте подводить итог. Сейлфиш ОС определенная интересная операционка. Это что-то новое и другое. Которое не похоже на то, чем мы привыкли пользоваться каждый день. Но судя по последним данным, это может оказаться нашей обыденностью. И многие бы могли перейти безболезненно на эту систему. Но из-за отсутствия нужных приложений, простые пользователи будут просто проходить мимо этой системы. А интересно она будет только гикам и разработчикам.